Совершенно забавные вещи в последнее время можно купить в магазинах. Вот мы иногда даже не задумываемся, что нам может пригодиться в ближайшее время, а изобретатели уже это придумали и успешно продают. Следующее приспособление, оно, наверное, понадобится любому человеку, который встает рано-рано-рано утром. То есть тебе, мне, всей нашей команде и всем нашим телезрителям, кто нас сейчас смотрит. Потому что утром, когда ты выходишь в ванную, и ты являешься первым человеком, который включает воду, ты что получаешь? Холодную, холодный душ. Долго стоишь, ждешь и пропускаешь за весь подъезд, до весь стояк. Так вот, сейчас можно использовать специальный щиточек, который надевается на душ и перекрывает эту воду. Ну, то есть тебе не нужно, ну, глупость, конечно, полнейшая, но смотри, как это забавно. Закрыл. Теплее она в этот момент не становится. Но она же все равно попадает на тебя, получается холодная вода, насколько я понимаю. Ну, конечно, это странно максимально, но, знаешь, она пользуется популярностью, выглядит это странноватая лопатка такая, которая... Ну что ж, надо просто попробовать, я думаю, надо попробовать, а дальше уже на своем личном опыте убедиться, классно это изобретение или нет. Да, вариант о том, что вода нагреется как-то быстрее. Я думал, щиточек как раз-таки отдельный щиток, где у тебя отдельный идет перерасчет за использование горячей воды, а здесь действительно в прямом смысле этого слова – щиточек. Скажи честно, раздражают ли тебя звонки, которые с незнакомых номеров поступают? Берешь ли ты или не берешь? Вообще, вот, ну, в последнее время, естественно, в силу профессии приходится брать незнакомые какие-то номера, но, если честно, я всегда испытываю максимальный дискомфорт в этот момент, я терпеть не могу. Ну, то есть, если у тебя есть возможность, ты... Или еще, мое любимое, номер неопределен. Это вообще, тебе кажется, что через ПСБ звонят сразу. Ты лишний раз брать не будешь, правильно? Если бы не работал, ну вот выходные, например. Да, выходные никогда, конечно. Друзья, есть определенные случаи, когда телефон с незнакомых номеров все-таки брать нужно. И именно такая ситуация произошла с американцем в Колорадо. Его зовут Альберт, он отправился покорять вершину горы и потерялся. В 8.00 он должен был быть на определенной точке, где не появился, и спасатели забили тревогу, потому что человека нет, где он неизвестный. И что они начали делать? Звонить ему на сотовый телефон. Сотовый телефон, как ни странно, ловил, но дозвониться они не смогли. В итоге, через сутки этот человек добрался самостоятельно, все в порядке, все... Он действительно потерялся, но смог найти самостоятельно дорогу. И они его спрашивают, ты что трубку-то не брал? Что? Он говорит, я со снизнакомых не беру. Полтора... Ну, вообще-то как анекдот очень глупый какой-то. Ну, звучит, если честно, да. Я когда новости-то прочитала, я думала, что это действительно какой-то бред, потому что так не бывает. Человек полтора дня пытался найти дорогу, обратно, тропинку, спуститься в лагерь, но при этом его телефон звонил. Спасатели пытались до него добраться, как-то запилинговать, прийти на помощь, но не смогли, потому что... Ну вот... Никогда так не делайте, уважаемые путешественники. Ну и такой вопрос, конечно, коварный. Что лучше, дом или тюрьма? Да, надо подумать. Даже не знаю. Да вот, вроде бы, ответ очевиден, как казалось бы, но не для всех. Есть один мужчина, который живет в Италии, и его отправили на домашний арест, пока идет вот заседание слушания. Я не знаю, что в его семье происходило, может быть, его жена пилила как-то сильно. В итоге он пришел в тюрьму и сказал, слушайте, домашний арест, я больше не могу ее терпеть, можно я вот до суда посижу в тюрьме? Ну и тем, что он вышел из дома, нарушил домашний арест, дойдя до полицейского участка, они сказали, ну ладно, вроде как бы вот пунктик есть, что вы что-то нарушили, давайте заходите в камеру. И он счастливый и довольный отправился ждать заседание суда уже в камере. Ты знаешь, мне хочется сразу же сказать терпение нам всем, уважаемые друзья, потому что сейчас же опять нерабочие дни, мы все вновь оказались в заперти со своими женами, да? Давайте будем терпимее друг к другу, не нужно прибегать к каким-то крайним мерам, пусть все будет хорошо и никто в тюрьму не попадает.